МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...в жизни три вещи. Купить дом, вырастить сына и научить сына выгодно продать дом. Скажите, долго мы ещё будем смотреть на наш салат? Или вы всё-таки уже достанете свой? Уважаемый Давид, давайте сначала съедим один салат и поймём, нужно ли нам доставать второй. Мы бы согласились с этой схемой, если первый бы салат всё-таки был ваш. Тем более, что мы не видим обещанную вами новогоднюю ёлочку. Давид, всё правильно, потому что с вашего места новогодняя ёлочка не видна. Сядьте, пожалуйста, на моё, посмотрите в окно, из него прекрасно видно городскую. Скажите, Йосиф, что ещё в новогоднюю ночь из новогодних атрибутов мы не будем ощущать, а будем смотреть через окно? Скажите, в полночь мы будем пить шампанское или смотреть в окночко на винный магазин? Уважаемый Давид, судя по вашему вопросу, вы пришли без шампанского. Зато мы принесли бенгальские огни. Это очень кстати. Можно бы на них посмотреть? Да, да, конечно. Обратите внимание. Вот они. Вот они горят. Ну вот, разумеется, они погасли. У нас такая же история с серпантином. Посмотрите, пожалуйста. Вот он свёрнутый, вот он летит и вот он на ёлочке. Да, да, я вижу, вы тоже подготовились к празднику. Уважаемый Давид, хочется задать вам главный вопрос. А когда же придёт Дед Мороз, на который мы скидывались всем домом и которого вы заказывали? Я вам сразу скажу, что фотографии Деда Мороза неприемлемы. Я чувствую зависть в ваших голосах. То, что счастье собирать деньги со всего дома на Деда Мороза выпало меня, а не вам. Обратите внимание, на дверь оттуда будет проистекать праздник. Хо-хо-хо-хо. Да, да, конечно, заходите. Да, глядя на этого Деда Мороза и нам хочется сказать её хо-хо. Скажите, пожалуйста, Давид, а Дедушка Мороз уже пришёл весь? Или сейчас придут остальные части, и он соберётся в большого? Точно так это уже всё. В таком случае, видимо, на улице очень низкие температуры. Раз тело Деда Мороза сжалось до таких размеров. Скажите, пожалуйста, Давид, а почему вы решили взять пробник Деда Мороза? Неужели денег, собранных со всего дома, хватило только на этого Деда Мороза? Скажи больше, мне пришлось заложить своих. Уважаемый Давид, в нашем доме четыре подъезда, в каждом подъезде по 60 квартир. Каждая квартира скидывалась по 500 рублей. Получается 120 тысяч рублей. Вы хотите сказать, что этот Дедушка Мороз стоит 120 тысяч рублей? Ой, ну я тоже, конечно, сначала удивился. Но потом они сказали, что он говорит на пяти языках. В таком случае, почему же он молчит? Потому что функция звука не входит в оплаченные опции. Скажите, пожалуйста, уважаемый Давид, а что входит в оплаченные опции? В оплаченные опции ходит йо-хо-хо перед дверью, которую вы уже прослушали. И вы слушали стишка на стульчике. Вы знаете, Давид, у меня закрадывается подозрение, я боюсь его подтвердить. Давид, скажите, пожалуйста, а где ваш единственный младший сын, который по комплекции поразительно совпадает с заказанным вами Дедом Морозом? Давид, если будете вести в эту сторону, я опять спрошу, где ваш салат? Хорошо, Давид, давайте используем все опции этого оплаченного Дедушки Мороза. Пожалуйста, дедушка, садитесь, вам наверняка уже тяжело стоять. Ну что ж, нужно позвать источник стихотворения. Юзик, подойди, пожалуйста, сейчас твоя вера в Деда Мороза слегка пошатнется. Юзик, пожалуйста. Не нужен, а праздник мне плюшевый мишка, не надо конфеты, не надо мне книжку, ни краски, ни тортик, ни оригами, лучший подарок это деньгами. Интересно знать, кто подсказал мальчику такой стих. Давид, этот стих мальчику подсказал о жизни. Скажите, пожалуйста, что мы можем получить за этот стих? Судя по мешочку Деда Мороза, мы можем получить либо бисер, либо пуговичку. Ой, не обращайте внимания за мешок, там у Деда Мороза личные вещи. Хорошо, мы согласны взять личными вещами. У Деда Мороза не так много личных вещей, чтобы он мог одарить все квартиры в доме. В таком случае, что он будет дарить квартиры, где им будут рассказывать стихи? Дед Мороз постарается эти квартиры избегать. И вообще, что вы морочите голод? Вы не хотите доставать мне салат? Мы пойдем в другое место и попитаем там счастье. Хорошо, пожалуйста, возьмите и Деда Мороза, потому что нам уже достаточно праздника. Вы знаете, праздника достаточно не бывает, оставьте его себе до утра. Ой-ой-ой, мы не хотим наплачивать за переработку. Не надо платить за переработку, просто кормите и положите его спать. Нет, ну пожалуйста, забирайте Деда. Нече на весы пенять, коль вечером жрал. Вячеслав Владимирович! Да, да, что такое? Вячеслав Владимирович, беда. Ну как, что, что случилось? Наш сторож выпил весь ботокс. Да так гоните этого сторожа, гоните его. Не могу. Почему? Он такой красивый. Илана, Илана, идите работайте. К вам там Александр Анатольевич с супругой. Ну как, зовите его, это ж наш постоянный клиент. Зовите его. Александр Анатольевич, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как замечательно, ну прижилось, ну все прижилось. Ну даже ушки, ну все, все прижилось, все. Ну, Александр Анатольевич, что на этот раз? Грудь, губы, скулы, может быть голова? У меня возрад. В чем дело, Александр Анатольевич, что случилось? Скажите мне, что не так? Может быть слишком мягко? Может быть слишком твердо? Слишком упруго? Слишком далеко? Слишком близко? Может слишком высоко? Слишком низко? Может быть слишком слишком? Нет, с этим порядок. А что тогда? Это не моя жена. Все верно, потому что девиз нашей фирмы, вы не узнаете свою жену. Нет, вы меня не поняли. У меня была Ксюша, это какая-то Юля. Почему же вы сразу-то ничего не сказали? Я сам об этом узнал через две недели, когда она отошла и стала разговаривать. А вы почему молчали, девушка? Ну как я скажу? Как я скажу, у него же Мерс. Не переживайте, Александр Анатольевич, наем. Скажите, пожалуйста, вы помните, как звали вашего мужа? Да, Мусик. Да. Хорошо, а отчество? Купи. Не понял. Мусик, купи. Ну я его так называла, он отзывался. И покупал все. Ну что характерно? Жена пропала, смс-ки из банка о покупках приходят. То есть она где-то ходит и покупает. Александр, у вас есть ее телефон, ну так позвоните ей и все. Я не успеваю прорваться между смс-ками о покупках. Александр Анатольевич, не переживайте, не переживайте, помните, когда тоже случай такой был. Она у нас после операции вышла, за шифонер зацепилась и лопнула по комнате, летала, летала и под шифонер залетела. Так мы ее нашли, достали, заклеили, накачали и была как новенькая. Что вы делаете, я не понимаю. Скажите, пожалуйста, уважаемая, а у вас есть номер вашего мужа? Конечно есть. Так ну позвоните ему, скажите, что вы здесь, пусть приедет, вас заберет. А что, не можете найти? Кого? Что вы делаете? Фотки лайкаю. Слушай, мне вот пишут, пора ехать. Давайте тогда действительно это возьму, тем более я смотрю, такая же дура, как и моя. Александр Анатольевич, да вы не переживайте, ну можно же по фотографиям в ее телефоне понять, откуда вот это. Извините, можно ваш телефончик? Сейчас, сейчас найдем. Открываем самую популярную социальную сеть, смотрите, и смотрим. Так, еда, попа, грудь, еда, попа, грудь, грудь, попа, еда, еда, попа, грудь, еда, попа, грудь, грудь, попа, еда, церковь. Еда-попа-грудь, еда-попа-грудь, попа-попа-попа-попа-попа. Да, попа. Не найдем мы так ее. Давайте лучше с вами поговорим, Александр Анатольевич. Вы помните, в чем была ваша жена? До или после операции? До. Так, до операции она была в нищете. Ну, это у всех у них так. Больше информации нужно. Может, какая-то отличительная черта, там, родинка или шрам у нее. Доктор, вы видели ее чаще, чем я. Вспоминайте сами. Ну, может быть, у вас фотографии вашей супруги есть? Ну, есть. Ну, так отлично. Давайте, может, по фотографии просто вот это и лицо вашей жены сделаем. Какое именно? У нее на каждой фотографии новое лицо. А исходник я не успел сфотографировать. Александр Анатольевич, надо всегда фотографировать исходник. Вы же знаете, вы же черт и калач. Ну, исходник нужен, ну. Вячеслав Владимирович, я слышала, вы девушку какую-то потеряли. Потеряли. У меня на складе есть две свободные. Заводите. Девочки, заходите. Ой, привет! Привет, Саня! Здорово, Петру! Ой, у тебя новая рука. Давай удалилась. Смотри, смотри, смотри. Александр Анатольевич, проблема. Я сейчас не могу понять, где та, с которой вы пришли. Скажите, у вас есть такая четвертая? А зачем? Зима на носу. Хочу летний комплект на зимний поменять. Найдем, найдем. Вам накачать давление двоечку. Ну, так сделаем, сделаем. Александр Анатольевич, сделаем. В операционную, девочки, в операционную, в операционную. Дорогие детки, приходите завтра. Завтра наш контактный зоопарк откроет двери в 9 утра. А сейчас все зверюшки весело поскакали в свои клетки, чтобы поспать и завтра снова с вами весело играть. Дорогие детки, приходите в свои клетки, перекличка, кролик. Здесь. Отмечаю. Белка. Присутствует. Енот. Еще слышь? Живой пока. Есть. Козел. А, это я. Отмечаю. Хомяк. Хомяк. Ему украли. Ну, что ж такое-то, а? Каждое утро к нам нового хомяка привозят, а вечером он ворует. Кролик. Ты че стоишь-то? Садись. Да не, спасибо. Во мне столько морковки, что я постою. Накормили. Накормили, это когда через рот. Ненавижу эти последние часы перед закрытием. Все что-то торопятся, пытаются меня морковкой накормить. А рот-то у меня один. Короче, я постою. Ох, бедненький. Посмотрите, плохо ему. Морковки в нем много, а? В меня вон желуди пихают. И ничего. Причем изначально никто кормить не собирался. Так это... Это че ж мы такое сделали в прошлой жизни? Что в этой нам? Такое наказание, а? Слушай, а может мы это... Может мы ЕГЭ придумали? Точно. ЕГЭ. За ЕГЭ такое может прилететь. И ты. Ну тогда правильно, что желуди пихать. Я бы за ЕГЭ вообще дуб бы запихнул. Корневой системой вперед. Провернул бы и выдернул бы. Хорошо, хомяку, он, наверное, уже сдох. Ага. Да тут они ему просто так сдохнуть. Они же с ним в больничку играют. Он всегда в пограничном состоянии. Кома жизни. Кома жизни. Там смерть еще заслужить надо. Че достало меня? Я завтра кусаться начну. Чем ты кусаться-то начнешь? Ты как только рот вчера открыл, тебе дети все зубы на сувениры растащили. Ага. Вот я специально показывал рот. Открывал. Ага. Видели мы, как они тебе его палкой разжимали, когда заподозрили, что у тебя рот есть. Как так можно-то? Ну вот же техника безопасности. Для вас же написано, никогда не показывай, что у тебя что-то открывается. Лишнее отверстие. Лишнее отверстие, лишнее проблемы. Когда мы будем стричь газон, все кидаемся под газон и костилку. Под ножны прямо. Нас перемалывает и по кусочкам выбрасывает за забор. А там мой человек всех нас собирает в большой пакет и вывозит отсюда. Ну что, я согласен? По такому плану шансов выжить больше, чем завтрашний день пережить. А что там, что там завтра-то? Завтра три детских дня рождения. Друг за другом я уже три ведра морковки видел. А-а-а-а-а-а-а-а-а, желуди были. Полная газель. Вот такие. Мама. Погодите, ну раз уж завтра три дня рождения, надо подготовиться как-то, а? Может порядок наведем, постираемся сами. Зачем? Ну, чтобы завтра, так сказать, в чистом. Может получится отмучиться, а? А-а-а. Хомяк. Отмучился уже. Ребята, я вернулся вам сказать, не дайте себя украсть. Там все то же самое, но перерыва на ночь нет. Ты ты живой? Пока да. Слышь, хомяк, а где ты взял эту белую тряпку? Что значит взял? Меня туда засунули, а снизу гироскутер привязали. Я сейчас буду ездить, пока батарейки не закончатся. Ну, слушай, а ты почему так тоненько пел? Если б ты знал, за что меня там к нему привязали. Так, спокойно. Спокойно, не все потеряно. Я полгода назад жалобу в администрацию районную писал. Пришел ответ. Сейчас прочитаем. Уважаемый козел. Это я. Помочь вам пока не можем, потому что средств для помощи вам, козлам, не хватает. Потому что вас, козлов, много. Держитесь, козлы. Вот. Помнят о нас? Помнят? Не все потеряно. Все помнят. Это шаблон. Мне такое же письмо пришло. Вот шаблон. Они всем так ответили. 20 тысяч геймпляров. Вот. А что, все такое получили? Да? Все? Все такое получили? Так, значит, есть повод держаться. Значит, помнят о нас. Помнят. Держимся. Все. Пошли. Покажем этим детям, кто такие настоящие контактные животные. Значит, рот не открывать. Спиной. Не поворачиваться. Вперед. Бабушки, которые зимой плохо себя вели, получают внуков на все лето. Мам, привет. Ой, Юленька моя, моя Юлечка. Здравствуй, моя Юлечка. Здравствуй, муж Юли. Спасибо. Мам, мы тебе на все каникулы Ромку привезли. Ой, Ромочка, мой любименький Ромочка. Это хорошо, я хоть его откормлю. А то он у вас дохлый. Наверное, обижают все его. Но никто уже него не обижает. Мы его в спорт отдали. Рома, зайди. Ой, 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 ой. Вы его в какой спорт-то отдали? Надувание людей на время? Крыжки вулей? Вы чего, парню 10 лет, почему у него грудь-то выросла? Мам, мы его в тяжелую атлетику отдали. Он 300 килограмм жмет. Чего он-то у вас 300 килограмм зажал? Тушенки, гречи, чего? Ой, он наверняка у вас еще и тупой сейчас. Он не тупой. Он в четвертый класс с одними пятерками перешел. А что только в четвертый? Он мог бы и в десятый перейти. И замучем стать. Кто ему что скажет? Ой. Ой, ой, ой. Я все поняла. Вы просто хотели деньги за второго ребенка получить. Вам лень стала? И вы решили этого в два раза больше сделать. Ой, 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 ой. О, молодежь, наконец-то приехали. А где Рома? А вот он, полюбуйся, нет, вот он, Рома. Да как же это так-то? В нем что, хлопушки бахнули? Или вы прямо в нем брагу уставите? Это все ваш интернет поганый. А что с интернетом? Говорил, надо было выделенку ему поставить. Пялился бы в компьютер, был бы додиком. А сейчас вон что. Дальше-то что? Тюрьма? Все, дед, ладно, хватит разговаривать. Иди лучше в магазин хлеба купи. Сколько? Ну, видимо, весь. Ой, бабушка тазик блинов напекла. Думала, на неделю хватит. А сейчас гляжу только минут на десять. Ром, ты не слушай бабушку. Иди садись, кушай давай. Иди давай, кушай. Надо будет, когда блины кончатся, успеть от него тазик отдернуть. Зачем? Тазик на блин похож, он его сожрать может. Мам, Рома кушает мало, он тем более на сушке. Господи, он еще и на сушке. Страшно представить, что будет, когда он у вас размокнет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я его где положу-то? Я положу-то его где? Разве что в клубе или в поле. Ой, надолго вы его ко мне? Ну, думали на неделю. Не-не-не-не-не, завтра забирайте. У меня через неделю вся скотина закончится. Он ее слопает, а через месяц у всей деревни. Ой-ой-ой-ой-ой, что он у меня делать-то хоть будет, а? С котом твоим гулять будет. Он у тебя вон прям в доме гадит. А с ним будет на улице. С ним он будет гадить везде. Везде, где его увидит. Ой-ой-ой. Ну, пусть поможет, например, корову вам доить. Не надо мне помогать корову доить. Если он мне помогать корову доить будет, у меня коровы не будет. Он ее внизу сожмет, она вверху лопнет. На всю деревню молоко разлетится. Ой, что он будет делать у меня, а? Ну, пусть идет с ребятками с местными погуляет. Ага, пусть погуляет. Я родителей предупрежу, чтобы покрестили, кого не успели. Во что он с ними поиграет-то? Ну, в прятки, например. Какие прятки? Нельзя спрятать в деревне человека, который больше деревни. Прятки. Ром, давай, иди переоденься в домашнее. Ага, у меня для него из домашнего только штора. Иди давай, Рома, в штору завернися. А я пойду пока костер под ванной разожгу, борща ему наварю. Он что-то пьет у вас там. Что он там пьет у вас? Это что такое он пьет? Это белковый коктейль. Что? Белковый коктейль. Ой, господи, он его что, из белок давит, что ли? Его сейчас еще и в лес выпускать нельзя. Это он как всех белок там повыжимает. А потом, что он за бобров возьмется? А дальше что? Медвежий смузи? Это же экологическая катастрофа, боженьки, что ты мой. Это же все. Тамара Васильевна, это коктейль для роста мыс. Он что, у вас еще и растет, что ли? Ну-ка выйди из СБ, я не хочу, чтобы у меня избушку разорвало. Знаете что, не переживайте. Дед придет из магазина, он его кувалдой убьет. Мам, ты что такое говоришь? Это Рома, внук твой? Я что, не вижу, что ли? Какой Рома? Этот человек взял вашу семью в заложники, чтобы всех вас сожрать. Дайте мне записку, я передам участковому. Тамара Васильевна, мы просто отдали мальчика в секцию. Ага, я тогда пенсию вам свою отдам. Отнесите в эту же секцию, пусть они мне ее так же увеличат. Секция. Что, купил хлеба? Да не, там всего булок 40 осталось. Что толку-то? Пусть он сразу в поле идет. Пусть сразу пшеницу жрет. Нельзя. Если ему понравится, он будет каждый год приезжать и посевы сжирать. Ладно, все, пускай остается. Я решила, поедем с ним завтра в соседнюю деревню на тракторе. Надо будет баню. Починить? Украсть. Я ему баню покажу, он в кузов закинет. Хотя, что трактор гонять? Сразу сюда докинешь баню, тут всего 60 километров. Пойдем, Халк, я тебя зеленкой раскрашу. Пользу будешь приносить. В собес пойдем. Ай да! В переводе с таджикского ремонт означает вечность. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Квартирный ремонт». Сегодня мы находимся с вами в исправительно-трудовой колонии номер 8. города Ивделя. Серый селезень. С нами вместе начальник трудовой колонии Александр Анатольевич Иванов. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Мы провели ремонт в одной из комнат этого учреждения. Хозяева комнаты три недели отсутствовали. По нашей просьбе они все три недели провели в карцере. И сейчас они впервые увидят свою обновленную комнату. Все это сделано в рамках федеральной программы «В тюрьме как дома». Итак, встречаем наших жильцов. Это чё, наша хата? Это чё такое? Чё за беспредел? В натуре, ё-моё. Так чё, забыли, что надо говорить? Как здорово! Это восхитительно. Я когда в тюрьму садился, о таком даже и не мечтал. В натуре, ё-моё. Даже выходить не хочется. И не надо выходить. Как говорится, сидите и сидите. Потому что мы оформили ваши гнездышко в красивых розовых тонах. Также мы убрали большой ужасный стол, который портил интерьер. И заменили его маленькой дизайнерской экибаной. Также мы убрали четыре ужасных тубаретки. И заменили их маленькими разноцветными стульчиками, которые создают настроение. Вы можете сесть и попробовать. Сели! Нюхаем цветок. Хочется спросить, Александр Анатольевич, ну как, настроение улучшилось? Настроение – огонь. Сидел бы и сидел. С этим прекрасным настроением переходим вот в этот угол. В этом углу, вы можете заметить, мы смонтировали раковину. Раковина смонтирована на уровне пола. Это сделано в древнегреческом стиле. Это очень удобно. Можно мыть руки, а потом сразу и ноги. Вы можете попробовать. Начальник, я не буду пробовать. Ты будешь пробовать, нас показывают. Нас еще и показывают. Здесь показывают, в карцере не показывают. Ну что, удобно? Крайне удобно. Вы тоже можете попробовать? Не-не-не-не-не. Так что, отсюда видно, что удобно человеку. Пробовать-то, че. Ну тогда вытирайте руки полотенцем. Полотенце у вас лежало перед входом в камеру. Мы его отстирали и повесили сюда. Ну что же, раз уж речь зашла о гигиене, посмотрите, что мы сделали с вашим санузлом. Вы называли его Параша. Там действительно все было плохо. И мы оформили его в русском народном стиле и украсили жар птицами и петушками. Мы подумали, что в таком окружении вам находиться будет гораздо приятнее и уютнее. Так это, че получается, мне сейчас 7 лет терпеть, что ли? Зачем терпеть? Заходите и попробуйте прямо сейчас. Я... да. Давай, давай, я руки мыл. Я не особо желаю. Прикон, зашел! Да-да-да, заходите. Ну как, уютно? Наюютнейшее место. Вы, наверное, хотите спросить, а где ваше старое ведро? Где наше старое ведро? А ведро, которое раньше здесь стояло, мы превратили в красивую люстру в стиле лофт. Оно прямо над вами. И теперь это не рассеянный свет, а теплый сконцентрированный пучок. Ещё и тёплый. Дёрните за верёвочку. Зачем ты оборвался? Такую красоту сломал. Ничего страшного. Мы починим. Мы вас задёрнем шторочкой, наслаждайтесь. Также в ходе ремонта мы обнаружили в углу вашей комнаты огромную дыру, которая вела аж за стену тюрьмы. Конечно же, мы подумали, сразу же подумали, что это недоработка строителей тюрьмы. И залили эту дыру стеклобетоном. Потому что вам из неё наверняка дуло. Также этим составом мы обработали все стены вашей комнаты, чтобы больше никаких сквозняков. Зачем нам простужены заключённые, правда, Александр Анатольевич? Да. Начальника можно выйти, я вроде как всё. Из санузла да, из тюрьмы нет. Это шутка от нашей программы. Смешно! Вы хотите, конечно же, выходите. Вы, наверное, хотите спросить, а где же ваши кровати? На туре начальника, а где шконки? Мы убрали отжившие свой век верхние ярусы и сделали одну большую кровать на колёсиках. Это очень удобно, она прячется в нише стены. Когда она не нужна, вы можете убирать её обратно в нишу. Ну, например, когда вы танцуете, или принимаете гостей, или занимаетесь йогой. Или, как говорит Александр Анатольевич, когда у вас идёт шмон. Кровать очень удобная и крепкая, а на ней можно спать вдвоём. Пожалуйста, попробуйте. Не, начальник, это реально беспредел. Мы не ляжем. Мы тупо не влезем. Вы можете лечь боком. Специальные ортопедические матрасы позволяют спать боком всю ночь. Прошу. Нет. На туре пусть меняют шконарь. Если начнём менять кровати, жильцы будут отдыхать в канцере ещё 30 суток. Ложимся. Вы, наверное, расстроились, что вам не хватило места. Нет, нет. Ничего страшного, ложитесь втроём. Кровать выдержит троих. Лёг. Хочется спросить, жильцов, ну как, удобно? Да, крайне удобно тут прямо. Потому что это специальный ортопедический матрас принимает форму тела. Ой, я не понял, это что там такое? Это матрас принимает форму тела. Ну что же, на этом мы заканчиваем нашу передачу. И хочется подарить счастливым жильцам вот этот небольшой сувенир. Это набор разноцветных ёршиков для мытья посуды в труднодоступных местах. Пожалуйста. А в следующей нашей программе мы сделаем ремонт в следственном изоляторе города Ишима, где проживает 800 жильцов. Я расскажу секрет, мы применим новшество. Это джакузи и кровать в форме сердца. До новых встреч. Пока. Машем! Певец Тимати использует брата-близнеца как черновик для татуировок. Это тату-салон? Да, бабушка, тату-салон. Здравствуйте. Очень хорошо. Мне нужна одну татуировку. Набить? Нет. Свести? Нет. Приподнять. Простите, не понял. Чё ты не понял? Я тебе говорю, Ленина надо приподнять. Бабушка, Ленина приподнять, это вам в Госдуму, там они решают. Я не про того Ленина, который лежит, я про того, который на мне наколот. Давай более понимаем, где у вас Ленин? Ниже, чем хотелось бы. На спине? Нет, не на спине. На руке? Нет, не на руке. На ноге? Нет, не на ноге. Но у меня больше нет вариантов. У меня сейчас тоже больше нет этих вариантов. А раньше они были. Так вот, на одном из этих вариантов был наколот Ленин. Чё ты такой тупой-то, а? Объясняю. У меня был наколот Ленин, Сталин, Хрущёв. Всё было логично. Сейчас всё перемешалось. Сейчас там всё в кучу. Вы бы более просто покажите, где у вас Ленин. Показать? Да. А у тебя дети есть? Двое. Не могу я их сиротами оставить. Тебя подготовить надо. Не выдержишь ты. Это чё, у тебя стул такой, что ли? Угу. Я тогда это, сяду. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, раз ты ничего не понимаешь, мне тогда нового Ленина набей. Только набивай мне с широким лицом. Со временем оно до нормы вытянется. Я, по-моему, понял. Вам, наверное, не сюда надо, а в клинику пластической хирургии. Я была в клинике пластической хирургии. Мне там только на 10 сантиметров приподняли. А мне надо выше и с запасом. Хотя бы на метр. Давайте, по-моему, проще новую набьём. Хотите, например, череп? Череп? Чей череп? Ленина? Сталина? Чей череп? Ну, уточняй, чё ты. Просто череп. Или какой-то нужен конкретный череп? Ну, в идеале мне нужен череп нашего председателя Жека. Причём хотелось бы не в виде наколки. Сможешь организовать? Ты шуток не понимаешь? Давай показывай, чё у тебя там есть. Давай новую. Дракон. Дракон есть на спине. Бабочка. Бабочка есть на бедре махаон. Бубновый тус. Бубновый тус на попе вся колода. Костет. Костет есть и татуха, и в кармане могу жахнуть тебе. Лепрекон. Лепрекон какой у тебя? А, синий у меня есть. Ну-ка дай сюда. Так, это у меня есть, это есть, это есть, это есть, это есть. Это у тебя прошлогодний каталог. Это у меня всё есть уже. Есть у тебя новый каталог какой-нибудь? Хотите, бабушка, мы набьём меч? Меч? Нет, набей мне лучше мяч. А лучше набей, знаешь, что? Футболиста известного хочу. Рональдо. Нет, известного я хочу футболиста. Месси? Да и какого Месси? Я говорю, такого, чтобы на весь мир прогремел. Вспомнила. Набей мне Кокорина с бухлом. Я, бабушка, не знаю, как выглядит Кокорин. Так никто не знает, как выглядит Кокорин. Просто набей любого человека, подпиши Кокорин и стрелочку на него. Вот она, голубушка, где. А я тебя в твоём батутном парке есшёл. Я была в батутном парке, да. Не было тебя там, я несколько раз заходил. Была, я была в батутном парке. Когда ты заходил, я в прыжке была. В верхней точке. Я подолгу в ней зависаю. Чё тебе надо? Переживаю за тебя. Чё-то ты не переживал, когда меня грузин на машине увёз. Это скорая была. Это был грузин. В грузин на скорой, дура. Милок, чё ей от тебя надо? Она просит Ленина поднять, а я не знаю, как. Как ты, это, броневичок ей наколи, Ленин сам к нему поднимется. Я сейчас слезу со стула. Чё вальти ты? Тут осторожней, да. Соблазняешь меня? Я тебя не хочу. Это стул такой дурак. Да, хороший у меня стул. Может, мне чё-нибудь сделаем, раз уж я пришёл. Давай тебе тогда сделаем пирсинг, давайте сделаем. Давай, а чего это такое? Это губу проколем и туда кольцо вставим. Зачём это? Челюсть будем пристёгивать, чтобы ты её не терял. Да я её не теряю, она у меня в кармане прибрана лежит по точке. Действительно, дедушка, раз пришли, давайте вам просто набьём что-нибудь. О, точно. Ты мне вот тут наколку сделай, пин-код от карты наколи. Шестой месяц пенсию снять не могу. Всё, иди, я сейчас Ленина буду показывать надоело. Нет, я сначала уйду. Боюсь, второй раз моё сердце этого не выдержит. Знаешь, чё, всё, давай набей мне меч. Только, знаешь, чё, не меч набей, а покороче, кинжал. Он со временем до меча вытянется. И знаешь, чё, чуть левее набивай, а то он года через три может Ленину бошку проткнуть. Всё, ай, да, бери машинку, пошли, набивайте-то, всё. Так, ну, вроде всё готово к приёму дорогого гостя. Так, пол я помыл, пыль я протёр. Всё, Кукушкин, давай, приглашай уважаемую госпожу Терезу Мэй. Здравствуйте, уважаемая госпожа Тереза Мэй. Добро пожаловать к нам в Екатеринбург, в Орджоникидзовский РОВД, в линейный отдел. Здравствуйте. Я не знаю, как надо, извините, добро пожаловать. Как я и писал вам в письме, мы отыскали виновных по делу ваших скрипалей. Это очень хорошо. Да. А где вы нашли? А, так, здесь у нас, в Орджоникидзовском районе, да. Вот здесь, на стачек 19, в доме, все прятались там. У них там целая банда, я бы даже сказал, бригада. Сейчас. Кукушкин, заводи. Вот, значит, эти голубчики взяли и траванули ваших скрипалей. Значит, это вы. Использовать запрещенное химическое оружие, чтобы травить скрипалей? Да! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как вам не стыдно? Уважаемых людей взяли и траванули. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! А мы должны быть абсолютно уверены, что это точно они. Без сомнений, без сомнений. Вот, смотрите, вот допросы, они вот все подписали, видите, их подписи. Да и устно они все подтверждают. Вы отравили, а? Да! Пожалуйста. Все, забирайте их к себе в Лондон. Я надеюсь, что международный конфликт улажен. А, ну, это точно они. Без сомнений, без сомнений. Вот, все, документально, посмотрите. Они же у нас не только по этому делу проходят. Мы же еще американцев ждали. Да, вы просто первые приехали. Че учудили эти голубчики? Эти хакеры? Они, значит, вскрыли. Компьютер Пентагон, да? И повлияли на ход выборов Америки. И бац, и трамп-президент, все. Представляете? Это вы вскрыть компьютер Пентагона? Да! Ну, зачем? Это ладно, это еще не все. Они у нас еще помойку подожгли. Это мы еще расследуем. Но вот то, что у меня в голове не укладывается, что вот эти, значит, вот голубчики в 2014-м в Сочи вскрыли все допинг-пробы российских спортсменов и, мягко говоря, их испортили. Значит, вы вскрыть все пробирки российские спортсмены туда написать. Ну зачем? Так у нас вот в допросах написано, смотрите, случайно, вот видите, случайно сикнули в 640 баночек. Но как они смогли взломать сайт Пентагон? Да, я вам скажу, что мы до сих пор не понимаем, как они помойку подожгли. А сайтам там вообще мутная история. Ну, это не важно. Самое главное, они вот все сознались во всем. Вот видите, вот все задокументировано. И все, полный порядок. Так что забирайте, и все. А, ну вот, чтобы взломать сайт Пентагон, надо иметь очень современный оборудование. Ой, у них это оборудование выше крыши. У них там эти грабли есть, у них тяпки есть. Витана мешалка. У них оборудование порядок, они упакованные ребята, я вам скажу. Так что тут сомнений вообще ноль. Ну, тогда спасибо вам за то, что вы дорожили самых опасных преступников. Не за что. Вы, если что, обращайтесь. Если у вас что-то там еще в Лондоне нераскрытое есть, вы нам пишите. Мы найдем лучше в конце месяца. Мы план будем закрывать и ваших найдем. Ну, все. Мы, конечно, будем обращаться, но вы точно найдете преступника. Ну, вероятность стопроцентная, если в конце месяца у нас план. Ну, как бы... А если вы хотите так сказать, что здесь, в Екатеринбурге, все преступники здесь. Получается так. Как бы не только в Екатеринбурге, у нас в Роженикизовском районе все. Нас тачек 19 там. Вот в конце месяца они там все. Это очень хорошая... В общежитии. Очень хорошая работа. А, да. А нашему Скотланд-Ярду надо вас учить. Без проблем. Вы, если что, приглашайте. Мы это научим, покажем. И у вас будет тоже стопроцентная раскрываемость. Без проблем. Вообще. Мы лучший РОВД в Екатеринбурге. Нам за это даже УАЗик новый дали. Вот так что... Это это... У меня мелодия на звонке. Африканская брошка. Мне нравится очень. Да? Да. Нравится? Вот такая мелодия. Очень нравится. Она мелодичная очень. Знаете? Тансы такие. Вот я люблю. А я погромче сделаю. Слупается. Извините, что надо работать. Давайте вы в коридоре потанцуете, а я их оформлю и к вам выведу. Если вы не против, давайте. Сейчас. Так. Значит так. Едете в Лондон. Вот ваши паспорта. И чтоб в Лондоне у меня все подтвердили. Поняли? Да. Как подтвердите, получите полторы тысячи рублей, как и договаривались. Понятно? Да. Вот так. Слушай, а ты точно заплатишь? Точно. Ты смотри, мы тебе Трампа президентом за 800 рублей сделали. За полторы штуки мы тебя из-под земли достанем. Понял? Да. А не ты ее. А понял я. Понял. Понял. И кстати, это помойка. Это не мы подожгли. Так знаю я. Будем искать. Мы же все-таки лучший РОВД в Екатеринбурге. Дмитрий Владиславович, как у вас там дела? Я не знаю. Ксюш, ну что? Это платье налезло тебе, нет? Там просто большего размера нет уже. Почему? Есть? Я сказал нету. А, все, иди, иди. Дим, принеси мне что-нибудь красное. А что красное-то? Ну, платье, блузку, кофту, юбку, сумку. Что? Что ты молчишь-то? Ты просто пока во все попадаешь прям. Начнем с блузки. Вот здесь Дмитрий Владиславович. Да я знаю. Илана, ты там не уснула? Нет. Ну как? Это что такое? Платье красивое. Я вижу платье, я говорю, это что такое? Такое ощущение, что там бумага закончилась. Сереж, ты можешь вот так рукой закрыть и смотреть на платье? Ничего не поменялось. Я же чувствую, что это там. Иди, давай одевайся нормально. Давай, иди, иди. Девушка, девушка, извините, пожалуйста. Да? У вас фигура один в один, как у моей жены. Можете белье померить, я посмотрю. Да. Ты с ума сошел, что ли? Что, я прикрою, если надо? Я, если надо, сейчас тебе вообще все прикрою, не откроешь никогда. Иди отсюда. Я это обрадовалась. Иди, иди, давай. Саш, посмотри. Как тебе жилетка? Ты тут не спрашивай у меня ничего. А что? Тут мужики с женами пришли. А нас бог знает, что подумают. Да ладно ты, мужики с женами. Ты с другом пришел, что такого? Не, Али. Бери вещи, пошли. А ты себе ничего мерить не будешь? Нет. Ну что, вашему другу подошел? Вау. Слушайте, я вам советую взять себе такую же красную, и вы будете вместе просто огонь, если вы понимаете, о чем я. Да пошли на косу. Я сумочку забыл. Вот твоя барсетка. Огонь пожарный. Тушите свет. Прямо. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас что, все занято? Нет. Вот только что освободили. Ой, Андрюша, освободилась. Ничего себе. Соболезную, Андрей Борисович. У нас сегодня, кстати, акция. При покупке пяти вещей на шестую скидочка 90%. На любую. Почему на любую? Вот на эту. Юля, тут платье очень хорошее, 90% скидка. Андрюша, если на платье такая скидка, значит в нем кто-то умер. Вам идет. Здравствуйте. Парфюм выбираете? Чего? Парфюм выбираете? Духи. А что, у вас только маленькие фунтфурики? А вам для чего духи? Ну, для повседневки, для работы, для того, чтобы удивить? Мне для храбрости. Чтобы удивить. А, понимаю. А какой типаж дамы у вас? Мерлин Монро, Адри Хэббер, Уитни Хьюстон? Майк Тайсон. Я же говорю, мне для храбрости. Понял. Тогда подойдет вот этот аромат, попробуйте. Это виски. Аромат, что ли? А только пахнуть буду? А вы как хотите? Чтобы не пахнуть и пьяным быть. Тогда подойдет. А, точно торкнет? Да, только водки надо купить. Пойдемте на кассу, я вас провожу. Андрюша, я выбрала. Звони в скорую. Зачем в скорую? Ну, когда ты позвонишь в скорую, я скажу, сколько оно стоит. Ладно, что, я туфли твои пережил. Давай, говори. 170 тысяч. Андрюша! Зато все будут смотреть на меня и думать, какая я прикольная. Ну, ладно. Ну, тогда носи, не снимай ценник. Пусть все смотрят и думают, какой я прикольный. Ты у меня всегда прикольный. 47 лет прикольный. Слушайте, мужики, я уже третий раз женат, а магазин все тот же. И кабинка все та же. А цены все выше и выше. Может остановиться. Мне нравится кабинка. У меня из нее жена выходит, блестит, сияет, прямо как машина после автомойки. Причёска на лаке. Чуть-чуть макияжа. Красивое платье. Бриллиант три карата. Немного винишка. Немного винишка. Симпотный парнишка. Хорошая песня. Это всё, что нам надо. И мы готовы, мы готовы Свои подарки получать Пальцы, кольца, ноги, туфля Плечи, шуба, подавля Алло, скорая? Приезжайте срочно Как зачем? У нас тут шоу Уральские пельмени В России про футбол Уже даже фильмы не получаются Добрый вечер, дамы и господа Мы продолжаем игру Что, где, когда И сегодня против телезрителей Играет сборная России по футболу У которой сегодня неплохие шансы на победу Так как все ответы на вопросы Знатокам сказали еще до эфира Итак, третий раунд Счет 2-0 в пользу телезрителей Так правильно Вы нам вопросы задаете Не в том порядке, как мы готовились Итак, черный ящик Внимание, вопрос В черном ящике то Без чего наша сборная Не может играть в футбол Время Ребята, я знаю Мы футболисты Мы не можем играть без мяча В черном ящике мяч Господин ведущий, мы готовы В черном ящике мяч А сейчас внимание Правильный ответ В черном ящике 4 миллиарда евро И счет становится 3-0 в пользу телезрителей Господин Смолов Да, господин ведущий Скажите, кем вы хотели стать в детстве? Футболистом Ну что же Хочется пожелать вам, чтобы ваша мечта сбылась Вопрос задает пенсионерка Валентина Федоровна Горбушкина Внимание на экран Уважаемые знатоки Как вы думаете, что это такое? Даю подсказку Я ем это каждый день Время Что можно есть каждый день? Это черная икра У меня бабушка каждый день ест черную икру У нее зубов нет Она ее деснами давит Эй, нифига, это наполнитель для кошачьих лотков А может это гречка? Гречка это космонавт Космонавт это Гагарин Гагарин это муж Полины Гагариной Но крайняк отец И что, что делать? Все подходит, выбрать надо Итак, ваш ответ Мы считаем, что это отец Полины Гагариной Угу А вас не смущает, что он в тарелке и гранулами? Нет Мы сборная России по футболу Нас ничего не смущает Итак, правильный ответ Зная ваши способности Вы наверняка ответили Что это отец Полины Гагариной Но это гречка И счет становится 4-0 В пользу телезрителей Я тебе говорил, что это космонавт Космонавт это Гагарин Гагарин это муж Полины Гагарина Господин Кокорин Да, господин ведущий Скажите, кто ваш кумир? Рональда Рональда А хотели бы вы получать столько же, сколько он? Нет, конечно Зачем мне получать меньше? А у нас Супер Блиц За столом должен остаться один игрок Ой, а можно мы все останемся? Мы мешать не будем Мы ж не на поле Хорошо, сидите Кто будет отвечать? Давайте я попробую Итак, господин Мамаев Внимание, вопрос Он говорил о ней Что она Подобна Им О ком идет речь? Время Давайте не я Не-не, давай ты А че я-то? А кто еще-то? Че вы хитренькие такие? Давай отвечай Ой, блин Колено Ой, как больно Остановите игру Вынести носилки на поле Че ты делаешь? Что это здесь не проканает? Побереги для чемпионата Для какого чемпионата? По футболу По какому футболу? Когда? В июне Вы че? Я не могу в июне Я перегоняю яхту из Дохаба Это такой интересный Нам тоже неудобно У нас сафари на слона Заказано в июне Итак Господин Мамаев Ваш ответ Господин ведущий Можно мы уйдем? Вы хотите уйти тренироваться? Нет, мы уйдем Разобраться Че за фигня? Мы не можем в июне И счет становится 5-0 В пользу телезрителей Ребята Ребята 5-0 Ситуация знакомая Все в порядке Давайте просто соберемся Куда соберемся? Давайте в Монако соберемся Как обычно В Монако мы еще проигрыш Что, где когда не отмечали? На столе вопрос на 6 очков Если вы ответите правильно Вы победите Будьте внимательны Вопрос про футбол Наша тема, ребята Давай У Васи 3 мяча У Пети 2 Сколько мячей У Васи и Пети Время Че они напоследок Самое сложное оставляют? Мне кажется, я знаю ответ, мужики Господин ведущий Досрочный ответ У Васи и Пети 3 и 2 мяча Вы знаете Я в затруднительном положении Я должен обратиться Охранителю традиций Господину Кусельникову А да, господин ведущий Что вы скажете Господин Кусельников Господин ведущий Если мы засчитаем им этот ответ Они больше никогда Не будут приходить К нам в клуб Больше не будут Ответ засчитан И счет становится 6-5 В пользу Мутаков И нам остается Только всем залам Пожелать нашим футболистам Удачи на чемпионате И мы надеемся Увидеть такой же счет В финальном матче Чемпионата мира Между Германией И Бразилией Наташа Королева Может попрыгать на тарзанке Даже дома Сочи парк Это тарзанка, да? Да Сочи парк Да Да, тарзанка Сочи парк Ага 2,7 метров, да? Нет, почему? У нас 58 Как 58? А где 2,7 метров? Бабушке прыгать 2,7 метров Это цена там написана была Как цена? А где 2,7 метров? Вы строите, да, уже? Нет, не будет никогда у нас Как не будет никогда А где будет 2,7 метров? В Лос-Анджелесе есть Лос-Анджелес, Лос-Анджелес Что-то знакомое Лос-Анджелес Это до хосты Или после кудепсты уже? Какой автобус туда идет? Вы, бабушка, туда не доедете? Как это я не доеду? Растудыть твои топсы Как это я не доеду? У меня единый проездной Вы, бабуля, сюда-то как взобрались? У нас канатка не работает Как канатка не работает? Нет, электричество Разбей меня, чучкала Я думаю, что так тяжело Вагончик по тросу руками было тянуть Не работает у него Ладно, раз пришла, давай Давай мне йод Потому что я вон за носу себе посадил Остальную Дай мне йод Быстро йод Обеззаразить надо Бегом йод Быстро Быстро йод Быстро обеззаразить надо Все, сейчас полный порядок Ладно, давай, раз пришла Давай я сейчас прыгну с твоих Значит, 58 Значит, что, скидки по пенсионному есть? Нет Как это нет? Нет скидок Сочин ты сын Как это скидок нет? Бабуля, вы первый человек Кто с пенсионным пришел на тарзанку Странно, что нет наплыва пенсионеров? Удивительно Ну, ладно, плохо вы делаете на самом деле Людей скидывайте, а скидок нет Вы понимаете, у вас даже сердце не выдержит Че ты такое говоришь? Пахлава тебе вло Это у тебя сердце не выдержит Когда я тебе с разворота ногой грудак пробью Понял меня? Ладно, давай, значит, сколько там ты сказал? 2,700 2,700, значит, я вот Бабушка старенькая не видит Это вот че? Вот это че за денежка? Это 10 10, держи, 10, это че за денежка? 5 рублей Держи, дядя, че такое вот это вот? 50 копеек 50 копеек, сейчас 10 копеек где-то еще Так, бабка, я понял твой намек Не надо денег Как не надо денег? Не надо Вообще не надо денег? Вообще не надо Ты чернявый с такой арифметикой пролетишь? Как трансаэра? Хотя не переживай, тебя потом эрофлот купит Они сейчас все скупают Ладно, давай, я пошла Стоп, стоп, стоп Че ты меня держишь, чернявый? Я должен веревку к ногам привязать Че ты мне должен? Веревку к ногам привязать Тебе веревку к ногам привяжи, понял? Роза, ты хуторская Че, я полечу и ножками поболтать не смогу? Вы там пока по краюшку не ходите Чего? По краю не ходите По краю я ходила, когда с начальником лагеря спала Так, давайте ноги свои Не надо мне к ногам ничего привязывать Они оторваться могут Давай в руке подержу твою веревку Вы не понимаете? Ее вырвет у вас из руки Ничего у меня не вырвет Адлер тебе в ухо У меня сустав в руке мененный Дай, я как терминатор, я сейчас тебе покажу Я сжимаю намертво Вот дергай Я не готова была Дай мне снова У меня тут просто намертво Вот как киски, понимаешь? Вот смотри Давай Да что ты делаешь-то? Че ты так специально делаешь? Дай сюда, дай тебе покажу Я могу сжать просто намертво и все И ничего, и ничего у меня из руки, понимаешь? Не вырвется вообще абсолютно ничего Да ну тебя нафиг, ты специально так делаешь Короче, я удержу потом, когда там прыгну вообще Э, отошел оттуда, бабушка сейчас прыгать будет Очкарик, машину отогони свою, а? Ты че глухой? Че народу столько там, а? Бабушка, это подковка А вам туда, в ущелье Очкарик, все, отбой по машине В ущелье буду прыгать А че, когда прыгать в ущелье? Когда скажу, тогда прыгните Ого, высота, мать моя, мцеста У бабушки аж голова закружилась Ой, ой, чернявый веревку кинь забыла Фигня твои 58 метров Все таки на парковку отнесло Сарафантов лисовый Парусность большая Я как белка летяга там парила над парковкой Я тебе так скажу, чернявый О, видишь, вторичные половые признаки пошли Я тебе скажу так, чернявый Фигня твои 58 метров Я сейчас 46 раз прыгать буду Пока свои 2,700 не наберу Смотри, старушачье сальто назад Давай Мамка, бабуля Я тебе в ротик Я вас умоляю Женщина превратилась в водителя Когда инструктор отобрал у обезьяны гранату Ну что, Саш, у тебя сегодня Сегодня сколько сдаёт? У меня 15 А у тебя? А у меня одна Чего так? Ну, когда у меня она сдаёт Я никого в этот день больше не ставлю Это я 15 такое слышу Ну, ты первый раз слышишь Она у меня 15 раз сдаёт Сейчас совсем дерево 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 бы уже сдало А мы ещё не ездили Ладно, давай вечером заходи У меня сегодня работы много Ой, ну начнём Вы закрылись Вы закрылись случайно Да Вы случайно локотком нажали Там такую пипочку И закрылась машинка Да, откройте её, пожалуйста Откройте 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 пипочку Нажмите Раз так Раз Да-да-да Я должен зайти к вам Иначе я не приму экзамен Тут не приму Там приму Я только там внутри могу принять Пустите меня туда Кнопочку Раз Раз Кнопочку Так Чик И всё Чик Ты что ж такое-то Вы меня не слышите, да? Отпустите, пожалуйста Стекло Опустите Там такой вот ручкой Ручкой, да Ручкой такой Да Опустите Стекло Я говорю Стекло опустите Я вам скажу, что сделать Стекло, да Опустите Стекло Опустите Что вы делаете? Зачем вы с сиденьем опустились? Вы поднимитесь Поднимитесь вы Вы поднимитесь, да Вы поднимитесь, а что вы делаете? Сядьте нормально, сядьте нормально. Я не про это вам хотел сказать. Я вам позвоню сейчас, хорошо? Позвоню. Какой у вас номер телефона? Там 8 922. Номер, говорю, какой телефона? Я вам позвонить хочу сказать. Телефон у вас, какой номер? Я не буду вас фотографировать, я вам позвонить хочу. Поняли? Не буду фотографировать, позвонить я хочу. я не буду фотографировать позвонить я вам хочу понимаете не буду позвонить не буду позвонить не буду позвонить не буду позвонить что за дура кошмар какой-то смотрите ладно я сейчас покажу доступно доступно для вас покажу очень доступно смотрите я это вы я это вы смотрите да там вот такая вот вот дверь дверь а там вот пипочка такая вот пипочка в конце двери вот здесь она сейчас закрыта Понимаете? Пипочка закрыта Ее не видно Надо, чтобы она была вот так Понимаете? Она сейчас так, а надо вот так А она вот так Да, вот, понимаете вы меня? Вот, нужно вот так Да что за идиотина, а? Ладно, все, пересядьте на другое сидение Вот я камнем сейчас окошко вам разобью, хорошо? Я вам камнем разобью Сядьте на другое, чтобы в башку не попало Пересядьте, пересядьте Осколкой может быть, я просто разобью окно Окно, да что за... Да я не могу, ладно, пусть сидит и все Кошмар какой-то Здравствуйте, я муж Мне жена звонила, сказала, ей тут Камнем угрожают, ножом Чего ей не угрожает никто? Она у вас вон в машине закрылась Сидит, я достать не могу ее Вы муж, вы разбирайтесь, я пошел А не-не, куда вы пошли-то? Я ее второй муж Первый-то у нее муж Замерз в поле Ага, вышел по нужде Минус сорок, она дверь закрыла Все, сгинул мужик, хороший видать был Привет, дорогая Привет, привет Знаете, вы давайте-ка с ней сами разбирайтесь Вызывайте ее, что там, эвакуатор Везите ее на стоянку и автогеном дверь вырезайте А я ее дома подожду Блины готовлю, да, дорогая? Точно, я знаю, как вас вытащить Дверь, нужна дверь, у нас есть Я сейчас, я вас все-таки достану оттуда Я знаю, как вас достать Сейчас я вам покажу Смотрите, смотрите, очень все наглядно будет Смотрите, это значит, вот Это, это значит, я, это вы Я сел, машину приготовился сдавать Вот так все, накрасил тут все для экзамена Все, что нужно, тут намазал вот так вот все, что нужно Я готов сдавать Сижу, сижу И случайно логотком Ой, я закрылась И тут мне говорят, откройте, пожалуйста, дверь Я говорю, хорошо, нажимаю И тут пяу, вот такая штука вылазит Дверь свободна И я вот так делаю Все Да что за дура Что ты за дура Что ты за дура Ты дура, просто Беспросветная дура Ты дура, понимаешь? Дура Дура Я же своих отпустил У тебя как экзамен В разгаре Она в машине вон закрылась Я не знаю, что с ней делать Я вон уже и на дверях показывал О, металл Бесполезная Так не поймет, не такая же дверь Подожди Одинаковые двери совершенно Ты что? Эта дверь синяя, эта красная В этой голове это разные двери Ну что делать тогда? Я сейчас тебе помогу Был же случай такой Да? Алло Это служба тетеньки за рулем Беспокоит из автошколы ручничок Да, у нас тут ситуация Ага, спасибо Сейчас приеду Тетеньки за рулем В чем проблема? У-у-у-у Это вам еще повезло, что не блондинка Была бы блондинка, я бы не взялся Ну что, цыпочка Что, птичка моя? Попалась в скрепочку, не выпускают, да? Я смотрю, вы сами пытались вытащить Ну что вы, все гораздо проще Ну, смотрим сюда А что я нам принес? А тут у меня Сумочка из новой коллекции От Лови Батон А там Новенькие лабутапки И, наконец, тренд сезона Купальник от Чичи Ричи Спасибо вам огромное Нам тряпье возвращать Попробуйте, заберите Спасибо огромное А вам, девушка, вот, пожалуйста, права И удачи на дорогах Счастливого пути До свидания До свидания Ты что сделал? Она же не сдавала ничего у тебя Так я ей карту-скидку в супермаркет дал Я что, дурак, что ли, еще раз принимать? Саша, ну перестань Я не переживу Мужчину, как ребенка, нельзя оставлять одного Или залезет, куда не надо Или выпьет, что попало Так, что могла забыть-то еще Можно на душу не стоять мне здесь? Я не стою Просто не хочу, чтобы ты что-нибудь забыла И вернулась Так, гель для душа, полотенце А что вы там за два дня на своем форуме так испачкаетесь? Очень смешно Прям вот очень смешно Так, Коля, по поводу стиральной машины Давай, не перепутай, пожалуйста Слева Порошок Посередине ополаскиватель Не перепутай Да у тебя два дня не будет, я вообще-то не собирался стираться Че-то я-то твои носки стираю каждый день и ничего Слушай, я свои носки вон в раковине мылом постираю Каким это мылом ты собрался в раковине носки свои стирать? Наташ, да любым, у нас там полно мыла У нас в доме нет любого мыла У нас каждое мыло для чего-то конкретного Ну возьму мыло для ног, носки, это же ноги почти Че? Посмотри, вот есть платье или костюм Вот если я вот выступаю, как лучше? Слушай, я что-то даже не знаю Вот представь, я стою вот возле экрана, если Слушай, я не знаю А что это мы время тянем, такие стоим? Кто-то, наверное, хочет, чтобы я опоздала на самолет и никуда... Платье! Что привезти тебе? Ой, слушай, да ничего не надо, сама главное, скорее возвращайся Ой, фу Как неправдоподобно-то, а? Я вообще-то об души прям Хоть бы порепетировал сначала Ой, кошмар Так, все, завтра приедет мама Зачем? Еду тебе приготовит и цветы польет А я что, без руки, что ли? Видимо, без руки, раз уже два человека в семье, я тебе так думаю Так, че, вроде все Все, да? Вроде все, че, пошла? Ага Ой, забегал-то ты, посмотри, а Заслышился Да ничего я не забегал, просто заботюсь Заботиться Вдруг такси подъехало уже Ага Ну все, это, приземлишься, позвони, ладно? Нет А че? А чтоб ты два дня вот так вот сидел и сомневался Уехала или за дверью Уехала или за дверью стоит Пока Все, пока 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 Я буду тут жить, как нормальный мужик Безрукий, блин Ааа, че, хочу-то ворочу Оп Ну здравствуй, Николай Мама, здравствуйте А вы же должны завтра приехать? Я и завтра приеду Так понимаю, сидишь, ничего не делаешь? Почему это? Вот это, стираться собирался В левую порошок, в среднюю, ополаскиватель А вы че? А я цветы поливать приехал Мне Наталья сказала цветы полить А я вот Жду, пока вы польете И уйдете У вас там мимо льется вон уже Ничего страшного Главное, чтоб тебе в рот ничего не налилось Все у нас, три цветка дома только Вот в этом твоя проблема У вас в доме четыре цветка Четвертый цветочек сейчас в аэропорт едет Ладно Я завтра зайду еще, закрой дверь за мной Хорошо Куда ты собрался? Да никуда не собрался, блин Аж сердце прихватило Сердце? За печень лучше смотри за своей Алкашина Все, до свидания Тамара Игиловна Запрещенная в Российской Федерации До свидания До свидания До свидания Я завтра еще заеду цветы Полью Ха-ха-ха-ха-ха Вся семья блаженная Все Ну сейчас точно Можно на расслабоне Здравствуйте, Сергей Геннадьевич Ничего не делаешь, Николай? Почему-то я ничего не делаю Вот это Стираться собирался В левую порошок В среднюю Ополаскиватель А Наталья? А Наталья? Она это в аэропорт поехала уже А моя? Тамара Игоревна Заходила Сказала Завтра еще придет Не придет А что? Да я ее на дачу отправил А к тебе заехал посмотреть Все ли у тебя тут нормально Проконтролировать, так сказать А что меня Это Контролировать У меня все нормально Да не все нормально у тебя, Николай А что? Стол-то пустой Сергей Геннадьевич Ну просто, ну это Наталья, она же Ну сейчас Если вдруг, то это Спокойно У меня в авиации Связи Я договорился Самолет на сутки задержат Ну так Так что у нас с тобой денька Три есть как минимум Тогда по полной программе Что-либо Ну как-то Это что такое, Николай? Сергей Геннадьевич Я вам сразу сказал Я пить не собираюсь Ты не собирайся Мне-то что предлагаешь? Да я вам Мне это не предлагаю Так не предлагай Убери, откуда взял Наталья Знаю А ты как здесь? Рейс на сутки задержали Вот дебил Я же сказал На обратном пути Я не поняла А ты что тут делаешь? Вот пожалуйста Мама Бухать собрались Спокойно Никто не собрался Бухать Это была Тактическая проверка Николая И он ее прошел Успешно А ты почему Не на даче? Ну потому что Твой водитель Солдат за мной Не приехал А где он? Товарищ генерал-майор Все купил Сейчас на даче Вот дебил Я же сказал На обратном пути Все купил ты, да? Николай Тревога Есть тревога? Иди сюда Я же сказал Иди сюда Спокойно Иди сюда Я же сказал Иди сюда Я же сказал Иди ты сюда Наталья Наталья Николай Спасибо Спасибо Моя любовь Товарищ генерал-майор Товарищ генерал-майор Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...